Дорогие друзья, я вас снова приветствую И сейчас мы разберем с вами очень важные вещи По поводу нового RS7, BMW M8 Competition и M5 Competition Поговорим и о суперкаре BMW А в конце видео я порадую и поклонников Audi и поклонников BMW Под предыдущим видео, посвященным сравнению RS7 и M5 С ускорением обоих с места, что лично меня в авто мало волнует Было много разных комментариев на тему того, что я не понимаю Audi RS7 будет потрясающе рулиться, полноприводное шасси, все дела Аналогии с паномерой неуместны и все такое Так вот, мне гораздо интереснее, чем все эти гонки по прямой То, как автомобиль демонстрирует себя в поворотах на треке Хотя еще интереснее те ощущения, которые он дарит мне в процессе вождения А пока я в этом отношении очень доволен M5 Competition И пусть кто-то говорит, что это машина не для трека, что ей там не место И гоняется с кем-то на ней по прямой Для меня главный критерий на моей шкале крутости, что авто дает мне за рулем А тем более M-ка И M5 Competition F90 очень хороша на треке Она там действительно может много и дарит самые приятные эмоции Хотя вес ее безусловный минус К чему я все это? А к тому, что благодаря парням из Sport Auto Это такое немецкое издание про машины Мы теперь знаем цифры нового RS7, BMW M8 Competition и даже M5 Competition на Хокенхайме И что интересно, теперь мне будут писать фанаты Audi про гениальную управляемость полноуправляемого RS7 Я призываю вас всех смотреть на вещи здраво И время RS7 это минута 57,3 секунды Это не то, что не быстрее, чем M8 Competition, к которому мы еще вернемся Это не быстрее и чем M5 Competition, время которой минута 54,2 Разница более трех секунд Три секунды? Да Судя по видео, у RS7 все те же проблемы Очень большая инерция Тяжеленная морда Соответственно, люто недостаточная поворачиваемость Что ей дико мешает ехать в повороте Просто сравните с тем, как то же самое проделывает M8 Competition Вот вам два видео, смотрите Но сейчас достанется и к M8 Несмотря на мой весь скепсис в предыдущем видео Об этом атлете, прячущем свой жирок под плотным спортивным трико Я все же ждал более серьезных результатов от этого автомобиля Поясняю Да, пусть он сделан по рецепту M6 Но Маркус Флаж ведь тогда заявил, что суперкар им подразделению не нужен Ведь у нас же есть M8, убийца Porsche Turbo Да и со слов людей, кому я доверяю, M8 по характеру от M5 отличается прилично Это все, конечно, хорошо Но смотрим на время M8 того же Sport Auto на Хокенхайме И это минута 53,1 Во-первых, это всего лишь на секунду быстрее, чем M5 И лишь на 0,3 быстрее, чем AMG GT63S Грубо говоря, с Mercedes в давление не попали А с другим пилотом, Кристином Гебхартом GT63S и вовсе быстрее, чем M8 Competition Со временем 1 минута 52,8 секунды Если сравнить с Porsche Пока у нас есть время новой карьеры S в 992 кузове И M8 действительно быстрее, на 2,10 Ну какой он убит за турбака, Маркус, ну о чем ты? Проснись! Тот же Уви Зиннер проехал на турбо S991 в рестайлинге за минуту 50 Маркус, не пугай меня, пожалуйста, больше Поэтому Насчет RS7 Все, видимо, так, как я и предполагал, исходя из компоновки и огромного веса 2 тонны 100 килограмм Ребята, вы что, с ума там посходили? Ужас какой-то Еще и называйте ее спортивный А M8 Competition, скорее всего, еще более яростный, чем M5 Но лишний вес ему также помеха Хотя тот же M5 настроен как настоящий суперкар И это говорит лишь о том, что будь они оба легче, ну хотя бы на 100 килограмм Они были бы куда быстрее А так, да, тащишь этот чемодан без ручки И что касается действительно очень яркого и харизматичного немецкого суперкара Audi Rossi Он показал на этой же трассе время минуту 52,2 секунды И еще один результат с лаузиц ринга Благодаря журналу AutoBuild Мы знаем, что Audi RS7 проехала трассу за минуту 36,51 секунды BMW M5 Competition за минуту 33,40 секунды И Mercedes-AMG GT63S за минуту 33,20 секунды Насчет резины, что касается Audi И на Хокенхайме, и на лаузиц ринге Она была на Hankook Ventus S1 Evo Кстати, классная резина BMW была на Pirelli P-Zero Она была и на Хокенхайме, и на лаузиц ринге на этой резине M8 тоже был на Pirelli P-Zero А Mercedes-AMG GT63S был на Michelin Pilot Sport 4S На мой взгляд, самая хорошая резина из этих вариантов Кстати, на лаузи с ринге AutoBuild протестировал AMG GT63S И на Michelin Sport Cup 2 Это полуслиг И это позволило ему скинуть еще практически секунду с круга И показать результат минут 32,32 Поэтому, друзья, давайте будем объективны И посмотрим действительно здраво на цифры По цифрам, AMG GT63S быстрее, чем и M5, и быстрее, чем M8 Лично для меня это разочарование И с одной стороны, вы можете сказать, что да, резина Но я вам отвечу, что Pirelli P-Zero со звездочкой Я на такой катался на обычной M5, очень хороша Да, Pilot Sport лучше Но я думаю, вы объективно понимаете, что M8 Grand Coupe Вряд ли сможет потягаться с GT63S С учетом того, что он тяжелее, чем M8 Coupe Но что же остается? Оценить эмоциональную составляющую двух автомобилей И это я смогу сделать, если у меня такая возможность появится этим летом Так что, друзья, ждите объективный, честный тест Как говорится, без купюр Ну, а что касается Audi RS7 Ну, вы сами все понимаете Теперь к очень хорошим новостям, как я обещал У меня в BMW есть свой инсайд Да-да, свой человек там И с его слов BMW выпустит суперкар Настоящий суперкар, который составит реальную конкуренцию AMG GT и Porsche Turbo и R8 Более того, автомобиль уже вовсю тестит И как он говорит, что немаловажно Он очень круто звучит Очень круто А теперь новости для поклонников Audi В этой информации я не так уверен, как в предыдущей Но предварительно Audi решили не отказываться от R8 в будущем И, скорее всего, это будет гибридное развитие суперкара И, кстати, если кто-то из Audi России смотрит это видео Пожалуйста, привезите в Россию рестайловый R8 Пиарьте его как следует Это же совершенно потрясающий автомобиль И такого нет ни у BMW, ни у Mercedes Что же вы его не возите? Это же мега крутая тачка И последнее BMW Одумайтесь Сделайте нормальную цену на R8 Заднеприводный урокан EVO в базе стоит от 14 миллионов 400 тысяч Я захожу в конфигуратор BMW Вижу базу на купе M8 от 11 И закрываю его Он меня должен настолько сильно удивить Чтобы я захотел его купить Он должен дать такие эмоции Чтобы люди не хотели искать еще 3 миллиона для покупки Lamborghini Вы понимаете? Спасибо вам за просмотр Ставьте лайк Подписывайтесь Включайте уведомления Так как впереди все самое интересное Субтитры сделал DimaTorzok